Третий царь, глава восьмая. Третий царь, глава восьмая. И выдвинулись шесты так, что головки шестов видны были из святилища перед Давиром, но не выказывались снаружи, а не там и до сего дня. В ковчеге ничего не было, кроме двух каменных скрижалей, которые положил туда Моисей на Хариве, когда Господь заключил завет с сынами Израилевыми по исшествию их из земли египетской. Когда священники вышли из святилища, облако наполнило дом Господень. И не могли священники стоять на служении по причине облака, ибо слава Господне наполнила храм Господень. Тогда сказал Соломон, Господь сказал, что он благоволит обитать во мгле. Я построил храм-жилище тебе, место, чтобы пребывать тебе вовеки. И обратился царь лесом своим, и благословил все собрания израильтян. Все собрания израильтян стояло. И сказал, благословен Господь Бог Израилев, который сказал своими устами Давиду, отцу моему, и ныне исполнил рукою своею. Он говорил, с того дня, как я вывел народ мой Израиля из Египта, я не избрал города ни в одном из колен Израилевых, чтобы построен был дом, в котором пребывало бы имя мое. Но избрал Иерусалим для пребывания в нем имени моего, и избрал Давида, чтобы быть ему над народом моим, Израилем. У Давида, отца моего, было на сердце построить храм имени Господа Бога Израилева. Но Господь сказал Давиду, отцу моему, у тебя есть на сердце построить храм имени моему. Хорошо, что это у тебя лежит на сердце. Однако не ты построишь храм, а сын твой, исшедший из шресла твоих. Он построит храм имени моему. Исполнил Господь слово свое, которое изрек, и вступил на место отца своего Давида, и сел на престоле Израилевым, как сказал Господь. И построил храм имени Господа Бога Израилева. И приготовил там место для ковщега, в котором завет Господа, заключенный им с отцами нашими, когда он вывел их из земли египетской. И стал Соломон перед жертвенником Господним, впереди всего собрания израильчан. И воздвиг руки свои к небу. И сказал Господи Божий Израилев, нет подобного тебе Бога на небесах, вверху и на земле внизу. Ты хранишь завет и милость к рабам твоим, ходящим перед тобой, всем сердцем своим. Ты исполнил рабу твоему Давиду, отцу моему, что говорил ему, что изрек ты устами твоими, то в сей день совершил рукою твоею. И ныне, Господи Божий Израилев, исполни рабу твоему Давиду, отцу моему, то, что говорил ты ему, сказав, не прекратится у тебя перед лицом моим, сидящим на престоле Израилевом, если только сыновья твои будут держаться пути своего, ходя передо мною, так как ты ходил передо мною. И ныне, Божий Израилев, да будет верно слово твое, которое ты изрек рабу твоему Давиду, отцу моему. Поистине, Богу лежит на земле. Небо и небо небес не вмещают тебя, тем менее сей храм, который я построил имени твоему. Но признан на молитву раба твоего и на прошение его, Господи Божий мой, услышь воззвание и молитву, которую раб твой умоляет тебя ныне. Да будут очи твои отверстия на храм сей день и ночь, на сие место, о котором ты сказал, мое имя будет там. Услышь молитву, которой будет молиться раб твой на месте семь. Услышь моление раба твоего и народа твоего Израиля, когда они будут молиться на месте семь. Услышь на месте обитания твоего на небесах, услышь и помилуй. Когда кто согрешит против ближнего своего и потребует от него клятвы, чтобы он поклялся, и для клятвы придут перед жертвенник твой в храм сей, тогда ты услышь с неба. И произведи судно дробами твоими и обвини виновного, возложив поступок его на голову его. И оправдай правого, воздав ему по правде его. Когда народ твой Израиль будет поражен неприятелем за то, что согрешил перед тобой, и когда они обратятся к тебе и исповедуют имя твое, и будут просить и умолять тебя всем в храме, тогда ты услышь с неба. И прости грех народа твоего Израиля, и возврати их в землю, которую ты дал отцам их, когда заключится небо, и не будет дождя за то, что они согрешат перед тобой, и когда помолятся на месте семь, и исповедуют имя твое, и обратятся от греха своего, ибо ты смирил их, тогда услышь с неба. И прости грех рабов твоих и народа твоего Израиля, указав им добрый путь, по которому идти. И пошли дождь на землю твою, которую ты дал народу твоему в наследие. Будет ли на земле голод, будет ли моровая язва, будет ли палящий ветер, ржавчина, саранча, червь, неприятели, будет теснить его в земле его, будет ли какое бедствие, какая болезнь. При всякой молитве, при всяком прошении, какое будет от какого-либо человека во всем народе твоем Израиле, когда они почувствуют бедствие в сердце своем, и прострут руки своих храму тему, ты услышишь с неба, с места обитания твоего, и помилуй. Саделай и воздай каждому по путям его, как ты усмотришь сердце его, ибо ты один знаешь сердце всех сынов человеческих, чтобы они боялись тебя во все дни, доколе живут на земле, который ты дал отцам нашим. Если иноплеменник, который не от твоего народа Израиля, придет из земли далекой ради имени твоего, ибо Ионус, они услышат о твоем имени великом, и о твоей руке сильной, и о твоей мышце простертой, и придет он и помолится у храма сего, услышь с неба, с места обитания твоего. И сделай все, о чем будет взывать к тебе иноплеменник, чтобы все народы земли знали имя твое, что убоялись тебя, как народ твой Израиль, чтобы знали, что именем твоим называется храм сей, который я построил. Когда выйдет народ твой на войну против врага своего путем, которым ты пошлешь его, и будет молиться Господу, обратившись к городу, который ты избрал, и к храму, который я построил имени твоему, тогда услышь с неба молитвы их, и в прошение их, и сделай, что потребно для них. Когда они согрешат перед тобою, ибо нет человека, который не грешил бы, и ты прогневаешься на них, и предашь их врагам, и пленившие их отведут их в неприятельскую землю, далекую или близкую. И когда они в земле, в которой будут находиться в плену, войдут в себя, и обратятся, и будут молиться тебе в земле пленивших их, говоря, мы согрешили, сделали беззаконие, мы виновны. И когда обратятся к тебе всем сердцем своим, и всей душой своей в земле врагов, которые приняли их, и будут молиться тебе, обратившись в земле своей, которой ты дал отцам их, городу, который ты избрал, и храму, который я построил имени твоему, тогда услышь небо с места обитания твоего молитвы и прошение их, и сделай, что потребно для них. И прости народу твоему, в чем не согрешит перед тобою, и все проступки его, которые он сделал перед тобою, и возбуди сострадание к нам, к ним и пленившим их, чтобы они были милостивы к ним, ибо они твой народ и твой удел, который ты вывел из Египта из железной печи. Да будут уши твои, очи твои, отверстия на молитву рабов твоих, раба твоего и на молитву народа твоего Израиля, чтобы слышать их всегда, когда они будут призывать тебя. Ибо ты отделил их себе в удел и всех народов земли, как ты изрек через Моисея раба твоего, когда вывел отцов наших из Египта, владыка Господи. Когда Соломон произнес все сие моления и прошения Господу, тогда встал с колен от жертвенника Господня, руки же его были простерты к небу. И стоя, благословил все собрание израильтян, громким голосом говоря, Благословен Господь Бог, который дал покой народу своему Израилю, как говорил, не осталось неисполненным ни одного слова из всех благих слов его, которые он изрек через раба своего Моисея. Да будет с нами Господь Бог наш, как был он с отцами нашими, да не оставит нас, да не покинет нас. Наклоняя к себе сердце наше, чтобы мы ходили по путям его и соблюдали заповеди его и уставы его и законы его, которые он заповедовал отцам нашим. И да будут слова сии, которыми я молился ныне перед Господом, близкий Господь Богу нашему день и ночь, да бы он делал, что потребно для раба своего и что потребно для народа своего Израиля изо дня в день, чтобы все народы познали, что Господь есть Бог и нет кроме Его. Да будет сердце наше вполне предано Господу Богу нашему, чтобы ходить по уставам его и соблюдать заповеди его, как ныне. И царь и все изритяне с ним принесли жертву Господу. И принес Соломон мирную жертву, которую принес он Господу, 22 тысячи крупного скота и 120 тысяч мелкого скота. Так осветили храм Господу царь и все сыны Израилеву. В тот же день осветил царь среднюю часть двора, который перед храмом Господним, совершив там всесожжение и хлебное приношение, и вознес туг мирных жертв, потому что мирный жертвенник, который перед Господом был мал для помещения всесожжения и хлебного приношения, и тука мирных жертв. И сделал Соломон в это время праздник, и весь Израиль с ним, большое собрание, сошедшееся от входа в Емав, до реки Египетской, перед Господом Богом нашим. И ели, и пили, и молились перед Господом Богом нашим у построенного храма семь дней, и еще семь дней, четырнадцать дней. В восьмой день Соломон отпустил народ, и благословили царя, и пошли в шатры свои, радуясь и веселясь в сердце. О всем добром, что сделал Господь, рабу своему Давиду, и народу своему Израилю. Глава девятая. Третье царство. После того, как Соломон кончил строение храма Господня и дома царского, и все, что Соломон желал сделать, явился Соломону Господь во второй раз, как явился ему в Гаваоне. И сказал ему Господь, я услышал молитву Твою и прошение Твое, о чем Ты просил меня, сделал все по молитве Твоей. Я осветил сей храм, который Ты построил, чтобы пребывать имени моему там вовек, и будут очи мои и сердце мое там во все дни. Если Ты будешь ходить перед лицом моим, как ходил отец твой Давид, в чистоте сердца и в правоте, исполняя все, что я заповедовал Тебе, если будешь хранить уставы мои, законы мои, то я поставлю царский престол Твой над Израилем вовек. Как я сказал отцу своему Давиду, говоря, не прекратится у Тебя сидящий на престоле Израилем. Если же вы, сыновья ваши, отступите от меня и не будете соблюдать заповедей моих и уставов моих, которые я дал вам, и пойдете и станете служить иным богам и поклоняться им, то я истреблю Израиля с лица земли, которую я дал ему, и храм, который я осветил имени моему, отвергнут лица моего, и будет Израиль притчей посмешищем у всех народов. И о храме всем высоком всякий, проходящий мимо его, ужаснется и свистнет, и скажет, за что Господь поступил так с сею землею и с сим храмом, и скажет, за то, что они оставили Господа Бога своего, который вывел отцов их из земли египетской, и приняли других богов, и поклонялись им, и служили им. За это навел на них Господь все это бедствие. По окончании двадцати лет, в которой Соломон построил два дома, Дом Господний и Дом Царский, на что храм царь Тирский доставлял Соломону дерева кедровый, дерева кипарисовый и золото, по его желанию. Царь Соломон дал храму двадцать городов в земле Галилейской, и вышел храм из Тира посмотреть города, которые дал ему Соломон, и они не понравились ему. И сказал он, что это за города, которые ты, брат мой, дал мне? И назвал их землей Кавул, как называются они до сегодня, и послал храм царю сто двадцать талантов золота. Вот распоряжение оподоти, которые наложил царь Соломон, чтобы построить храм Господень и дом свой, и Милу, и стены Иерусалимскую, Гацор, и Мегедо, и Газер. Фараон царь Египетский пришел и взял Газер, и сжег его огнем, и хананеем, жившим в городе, побил, и отдал его в приданной дочери своей, жене Соломоновой. И построил Соломон Газер, и Нижний Бифарон, и Вала, и Фадмор в пустыне, и все города для запасов, которые были у Соломона, и города для колесниц, и города для конниц, и все то, что Соломон хотел построить в Иерусалиме и на Ливане по всей земле своего владения. Весь народ, оставшийся от Тамареев, Хитеев, Ерезеев, Хананеев, Иевеев, Иусеев и Гиргисеев, которые были не сынов Израилю, детей, оставшихся после них на земле, которые сыны Израилю не могли истребить, Соломон сделал оброчными работниками до сего дня. Сынов же Израилю Соломон не делал работниками, но они были его воинами, его слугами, его вельможами, его военачальниками, и вождями его колесниц, и его всадников. Вот главные приставники над работами Соломоновыми, управлявших народом, который производил работы, было 550. Дочь фараонова перешла из города Давидова в свой дом, который построил для нее Соломон. Потом построил он Милло, и приносил Соломон три раза в год всесожжения и мирные жертвы на жертвенники, которые он построил Господу, и курение на нем совершал перед Господом. И окончил он строение дома. Царь Соломон также сделал корабль Этсион Гавери, что при Елафе, на берегу Черного моря, в земле Идумейской, и послал хирам на кораблях своих, на корабле подданных корабельщиков, знающих море, с подданными Соломоновыми. И отправились они в Афир, и взяли оттуда золото, 420 талантов, и привезли царю Соломону. Глава 10. 3. Сарс Цариса Савская, услышав о славе Соломона во имя Господа, пришла испытать его загадками. И пришла на Верусалим с весьма большим богатством. Верблюды навьючены были благовониями и великим множеством золота и драгоценными камнями. И пришла к Соломону и беседовала с ним обо всем, что было у нее на сердце. И объяснила ей Соломон все слова ее. И не было ничего незнакомого царю, чего бы он не изъяснил ей. И увидела цариса Савская всю мудрость Соломона, и дом, который он построил, и пищу за столом его, и жилища рабов его, и стройность слуг его, и одежду их, и виночерпия в его, и всесожжения его, которыми он приносил в храме Господнем. И не могла она более удержаться. И сказала царю, верно то, что я слышала в земле своей о делах твоих и о мудрости твоей. Но я не верила словам, доколе не пришла и не увидела глаза мои. И вот, мне и в половину не сказано, мудрости и богатства у тебя больше, нежели, как я слышала. Блаженны люди твои, блаженны сии слуги твои, которые предстоят перед тобою и слышат мудрость твою. Да будет благословен Господь Бог твой, который благословил, благоволил посадить тебя на престол Израилев. Господь по вечной любви своей к Израилю поставил тебя царем творить суд и правду. И подарила она царю сто двадцать тысяч золота и великое множество благовоний и драгоценные камни. Никогда еще не приходило такого множества благовоний, какое подарила царица Савская царю Соломону. И корабль хирамов, который привозил золото из Афира, привез из Афира великое множество красного дерева и драгоценных камней. И сделал царь из всего красного дерева перила для храма Господня и для дома царского, и гусли, и псалтири для певцов. Никогда не приходило столько красного дерева и не видно было до сего дня. И царь Соломон дал царису Савской всего, чего она желала и чего просила, сверх того, что подарил ей царь Соломон своими руками. И отправилась она обратно в свою землю она и все слуги ее. В золоте, которое приходило Соломону каждый год, весу было 666 талантов золотых. Сверх того, что получаемо было от разносчиков товара, и от торговли купцов, и от всех царей аравийских, и от областных начальников. И сделал царь Соломон 200 больших щитов из кованого золота, по 600 стиклей пошло на каждый щит, и 300 меньших щитов из кованого золота, по 3 мины золота пошло на каждый щит, и поставил их царь в доме из ливанского дерева. И сделал царь большой престол из слоновой кости, и обложил его чистым золотом. К престолу было 6 ступеней, вверх сзади у престола был круглый, и были с обеих сторон у места сиденья и локотники, и два льва стояли у локотников. И еще 12 львов стояли там на 6 ступенях по обе стороны, подобного всему не бывало ни в одном царстве. И все сосуды для питья у царя Соломона были золотые, и все сосуды в доме из ливанского дерева были из чистого золота. Из серебра ничего не было, потому что серебро в одни Соломона считалось ни за что. Ибо у царя был на море фарсийский корабль с кораблем Хирамовым. В три года раз приходил фарсийский корабль, привозивший золото и серебро, и слоновую медь, и обезьян, и павлинов. Царь Соломон превосходил всех царей земли богатством и мудростью. И все цари на земле искали видеть Соломона, чтобы послушать мудрости его, которые вложил бог в сердце его. И они подносили ему каждый от себя в дар сосуды серебряные, сосуды золотые, и одежды, и оружие, и благовония, коней и мулов каждый год. И набрал Соломон колесниц и всадников. У него было 1400 колесниц и 12 тысяч всадников. И разместил он их по колесничным городам и при царе Верусалиме. И господствовал он надо всеми морями от реки до земли Филистимской и до пределов Египта. И сделал царь серебро Верусалиме равноценным с простыми камнями. А кедры, по их множеству, сделал равноценными сикаморами, растущими на низких местах. Коней же царю Соломону привозили из Египта и из Кувы. Царские купцы покупали их из Кувы за деньги. Колесница из Египта, получаемая и доставляемая, была за 600 циклей серебра, а конь за 150. Таким же образом они руками своими доставляли все это царям хитейским и царям арамейским. И полюбил царь Соломон многих шужестранных женщин, кроме дочери Параоновой, Мавитянок, Аманитянок, Идумиянок, Сидонянок, Хиттиянок, из тех народов, о которых Господь сказал сынам Израилевым, «Не входите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не склонились сердца вашего к своим богам». К ним прилепился Соломон любовью. И было у него 700 жен и 300 наложниц. И развратили жены его сердце его. Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам. И сердце его не было вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида, отца его. И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому, и мелхому мерзости Аманитской. И делал Соломон, неугодный перед очами Господа, и не вполне последовал Господу, как Давид, отец его. Тогда построил Соломон капище Хамасу мерзости Мавитской на горе, которая перед Иерусалимом, и Молоху мерзости Аманитской. Так сделал он для всех своих чужестранных жен, которые кодили и приносили жертвы своим богам. И раздевался Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце свое от Господа Бога Израилева, который два раза являлся ему. И заповедал ему, чтобы он не следовал иным богам. Но он не исполнил того, что заповедал ему Господь Бог. И сказал Господь Соломону, за то, что так у тебя делается, и ты не сохранил завета моего и устава моих, которые я заповедал тебе, «Я отторгну от тебя царство и отдам его рабу твоему. Но в одни твои я не сделаю всего ради Давида отца твоего, и из руки сына твоего исторгну его. И не все царство исторгну, одно колено дам сыну твоему ради Давида раба моего, и ради Иерусалима, который я избрал». И воздвиг Господь противника на Соломона, Адера Идумеянина из царского Идумейского рода. Когда Давид был в Идумее, его начальник Иааф пришел для погребения убитых и избил весь мужеский пол в Идумее. Ибо шесть месяцев прожил там Иааф, и все израильтяне доколе не истребили всего мужского пола в Идумее. Тогда сей Адер убежал в Египет, и с ним несколько Идумеян, служивших при отце его. Адер был тогда малым ребенком. Отправившись из Мадиама, они пришли в Фаран, и взяли с собой людей из Фарана, и пришли в Египет к фараону, царю египетскому. Адер вошел к фараону, и он дал ему дом, и назначил ему содержание, и дал ему землю. Адер снискал у фараона большую милость, так что он дал ему в жену, сестру своей жены, сестру царисы Тахпенессы. И родила ему сестра Тахпенессы, сына Генувата. Тахпенесса воспитала его в доме фараоновом, и жил Генуват в доме фараоновом вместе с сыновьями фараоновыми. Когда Адер услышал, что Давид пошил с отцами своими, и что военачальник Иааф умер, то сказал фараон, отпусти меня, и пойду в свою землю. И сказал ему фараон, разве ты нуждаешься в чем у меня? Что хочешь, идти в свою землю? Он отвечал, нет, но отпусти меня. И возвратился Адер в землю свою. И воздвиг Бог против Соломона еще противника, Разона, сына Илеады, который убежал от государя своего Адра Азара, царя Субского, и собрал около себя людей, и сделался начальником шайки. После того, как Давид разбил Адра Азара, и пошли они в Дамаск, и водворились там, и владычествовали в Дамаске. И был он противником Израиля во все дни Соломона. Кроме зла, причиненного Адаром, он всегда вредил Израилю, и сделался царем Сирии. И Раваам, сын Наватов, и фремлянин из Сареды, имя матери его вдовы, Саруа, раб Соломонов, поднял руку на царя. И вот обстоятельства, по которым он поднял руку на царя. Соломон строил милло, починил повреждения в городе Давида, отца своего. И Раваам был человек мужественный. Соломон, заметив, что этот молодой человек умеет делать дело, поставил его смотрителем над оброчными из дома Иосифова. В то время случилось и Равааму выйти из Иерусалима и встретил его на дороге пророк Ахиасиламлянин. И на нем была новая одежда. На поле их было только двое. И взял Ахиенову и одежду, которая была на нем, и разодрал ее на двенадцать частей. И сказал Иерусалиму, возьми себе десять частей, ибо так говорит Господь Бог Израилев, вот я и сторну царства из руки Соломоновой и даю тебе десять колен. А одно колено останется за ним ради раба моего Давида и ради города Иерусалима, который я избрал из всех колен Израилевых. Это за то, что они оставили меня и стали поклоняться Астарте, божеству Сидонскому, и Хамасу Богу Мавицкому, и Мелхому Богу Амманицкому, и не пошли путями моими, чтобы делать угодно перед очами моими и соблюдать уставы мои и заповеди мои, подобно Давиду, отцу его. Я не беру всего царства из руки его, но я оставлю его владыкою на все дни жизни его ради Давида, раба моего, которого я избрал, который соблюдал заповеди мои и уставы мои. Но возьму царство из руки сына его и дам тебе из него десять колен, а сыну его дам одно колено, дабы оставался светильник Давида, раба моего, во все дни перед лицом моим в городе Иерусалиме, который я избрал себе для пребывания там имени моего. Тебя я избираю, и ты будешь владычествовать над всем, с чего пожелает душа твоя, и будешь царем над Израилем. И если будешь соблюдать все, что я заповедую тебе, и будешь ходить путями моими и делать угодно перед очами моими, соблюдая уставы мои и заповеди мои, как делал раб мой Давид, то я буду с тобой и устрою тебе дом твердый, как я устроил Давиду, и отдам тебе Израиля. И смирю я род Давидов за сия, но не на все дни. Соломон же хотел умертвить Иеравама, но Иеравам встал и убежал в Египет с Усакиму, царю египетскому, и жил в Египте до смерти Соломоновой. Прочие события Соломоновы и все, что он делал, и мудрость его, описаны в книге дел Соломоновых. Времени царствования Соломонова в Иерусалиме над всем Израилем было сорок лет. И почил Соломон с отцами своими, и погребен был вместо него сын его, Раваам. Третье царство, глава 12. И пошел Раваам в Сихем, ибо в Сихем пришли все израильтяне, чтобы воцарить его. И услышал о том Иераваам, сын Наватов, когда находился еще в Египте, куда убежала царя Соломона, и возвратился Иераваам из Египта. И послали за ним и призвали его. Тогда Иераваам и все собрания израильтян пришли и говорили царю Равааму и сказали, «Отец твой наложил на нас тяжкое иго, ты же облегчи нам жестокую работу отца твоего и тяжкое иго, которое он наложил на нас, и тогда мы будем служить тебе». И сказал он им, «Пойдите, и через три дня опять придите ко мне». И пошел народ. Царь Раваам советовался со старцами, которые предстояли перед Соломоном, отцом его, при жизни его, и говорил, «Как посоветуете вы мне отвечать всему народу?» Они говорили ему и сказали, «Если ты на сей день будешь слугой народу всему, и услужишь ему, и удовлетворишь им, и будешь говорить им ласково, то они будут твоими рабами на все дни». Но он пренебрег совет старцев, что они советовали ему, и советовался с молодыми людьми, которые выросли вместе с ним, и которые предстояли перед ним, и сказал им, «Что вы посоветуете мне отвечать народу всему, который говорил мне и сказал, «Облегчи иго, который наложил на нас отец твой». И говорили его молодые люди, которые выросли вместе с ним, и сказали, «Так, скажи народу всему, который говорил тебе и сказал, отец твой наложил на нас тяжкое иго, ты же облегчи нас. Так, скажи им, мой мизинец толще чресла отца моего. Итак, если отец мой обременял вас тяжким игом, то я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами». И Равам и весь народ пришли к Раваму на третий день, как приказал царь, сказав, «Придите ко мне на третий день». И отвечал царь народу сурово и пренебрег совет старцев, что они советовали ему. И говорил он по совету молодых людей и сказал, «Отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами». И не послушал царь народа, ибо так суждено было Господом, чтобы исполнилось слово его, которое изрек Господь через Ахию, силамлянина, Яроваму, сыну Наватову. И увидели все израильтяне, что царь не послушал их. И отвечал народ царю и сказал, «Какая нам счастье, Давиде? Нет нам доли в сыне Исеевом, по шатрам своим, Израиль! Теперь знай свой дом, Давид!» И разошелся Израиль по шатрам своим. «Только над сынами Израилевыми, жившими в городах Иудиных, царь Сараваам». И послал царь Раваама до Нерама, начальника над податью. Но все израильтяне забросали его каменьями, и он умер. Царь же Раваам поспешно взошел на колесницу, чтобы убежать в Иерусалим. И отложился Израиль от дома Давидова до сего дня. Когда услышали все израильтяне, что Иераваам возвратился из Египта, попослали и призвали с домом Давидовым не осталось никого, кроме колена Иудина и Вениаминова. Раваам прибыл в Иерусалим, собрал из всего дома Иудина из колена Вениаминова сто восемьдесят тысяч отборных воинов, дабы воевать с домом Израилем, для того, чтобы возвратить царство Равааму, сыну Соломонову. И было слово Божие к Самею, человеку Божию, и сказано «Скажи Равааму, сыну Соломонову, царю иудейскому, и всему дому Иудину и Вениаминову и прочему народу. Так говорит Господь, не ходите и не начинайте войны с братьями вашими, сынами Израилевыми, возвратитесь каждый в дом свой, ибо от меня это было». И послушались они слово Господне и пошли назад по слову Господню. И обстроил Раваам Сихем на горе Ефремовой и поселился в нем. Оттуда пошел и построил Пенуил. И говорил Раваам в сердце своем «Царство может опять перейти к дому Давидову». «Если народ сей будет ходить в Иерусалим для жертвоприношения в доме Господнем, то сердце народа сего обратится к государю своему Кравааму царю иудейскому. И убьют они меня и возвратятся к Кравааму царю иудейскому». И посоветовавшись, царь взял двух золотых тельцов и сказал народу «Не нужно вам ходить в Иерусалим, вот боги твои и Израиль, который вывели тебя из земли египетской и поставил одного в Вифиле, а другого в Дане. И повело это ко греху, ибо народ стал ходить к одному из них, даже в Дан, и оставили храм Господень. И построил он капище на высоте и поставил из народа священников, которые не были из сынов ливийных. И установил Иерусалим праздник восьмой месяц, пятнадцатый день месяца, подобный тому празднику, какой был иудеем. И приносил жертвы на жертвенники. То же сделал он в Вифиле, чтобы приносить жертву тельцам, которые сделал. И поставил в Вифиле священника высот, которые устроил. И принес жертвы на жертвенники, которые он сделал в Вифиле в пятнадцатый день восьмого месяца. Месяца, который он произвольно назначил и установил праздник для сынов Израилев. И подошел к жертвеннику, чтобы совершить курение. Третье царство, глава тринадцатая. И вот человек Божий пришел из Иудеи по слову Господню Вифиль, в то время, как Иеравам стоял у жертвенника, чтобы совершить курение. И произнес к жертвеннику слово Господне и сказал, жертвенник, жертвенник, так говорит Господь, вот родится сын дому Давидову, имя ему Иосия, и принесет на тебе в жертву священников высот, совершающих на тебе курение, и человеческие кости сожжет на тебе. И дал в тот день знамение, сказав, вот знамение того, что это изрек Господь, вот этот жертвенник распадется, и пепел, который на нем рассыплется. Когда царь услышал слово человека Божие, произнесенное к жертвеннику в Вифиле, то простер Иеровам руку свою от жертвенника, говоря, возьмите его. И одеревенела рука его, которую он простер на него, и не мог он поворотить ее к себе. И жертвенник распался, и пепел жертвенника рассыпался по знамению, которое дал человек Божий словом Господнем. И сказал царь Иеровам человеку Божий, умилостиви лицо Господа Бога Твоего, и помолись обо мне, чтобы рука моя могла поворотиться ко мне. И умилостивил человек Божий лицо Божие, и рука царя поворотилась к нему. И стало как прежде. И сказал царь человеку Божию, зайди со мной в дом и подкрепи себя пищей, и я дам тебе подарок. Но человек Божий сказал царю, хотя бы ты давал мне полдома твоего, я не пойду с тобою, и не буду есть хлеба, и не буду пить воды в этом месте. Ибо так заповедано мне словом Господнем, не ешь там хлеба, и не пей воды, и не возвращайся той дорогой, которой ты шел. И пошел он другой дорогой, и не пошел обратно той дорогой, которой пришел Вифиль. В Вифиле жил один порок старец. Сын его пришел и рассказал ему все, что сделал сегодня человек Божий Вифили. И слова, какие он говорил царю, пересказали сыновья отцу своему. И спросил их отец, какую дорогу он пошел. И показали сыновья его, какой дорогой пошел человек Божий, приходивший из Иудеи. И сказал он сыновьям своим, не осла. И оседлали ему осла, и он сел на него. И поехал за человеком Божиим, и нашел его сидящего под дубом, и сказал ему, ты ли человек Божий, пришедший из Иудеи? И сказал тот я. И сказал ему, зайди ко мне в дом и поешь хлеба. Тот сказал, я не могу возвратиться с тобой и пойти к тебе. Не буду есть хлеба и не буду пить у тебя воды всем вместе. Ибо словом Господнем сказано мне, не ешь хлеба и не пей там воды, и не возвращайся той дорогой, которой ты шел. И сказал он ему, и я, пророк, такой же, как ты. И ангел говорил мне словом Господнем и сказал, вороти его к себе в дом, пусть поест он хлеба и напьется воды. Он солгал ему. И тот воротился с ним и поел хлеба в его доме и напился воды. Когда они еще сидели за столом, слово Господне было к пророку, воротившему его. И произнес он к человеку Божию, пришедшему из Иудеи, и сказал, так говорит Господь, за то, что ты не поминовался устам Господа и не соблюл повеление, которое заповедовал тебе Господь Бог твой. Но воротился, ел хлеб и пил воду в том месте, о котором он сказал тебе, не ешь хлеба и не пей воды. Тело твое не войдет в гробницу отцов твоих. После того, как тот поел хлеб и напился, он оседлал осла для пророка, которого он воротил. И отправился тот, и встретил его там по дороге лев и умертвил его. И лежало тело его брошенное на дороге, осел же стоял подле него, и лев стоял подле тела. И вот проходившие мимо люди увидели тело брошенное на дороге, и льва стоящего подле тела, и пошли и рассказали в городе, в котором жил пророк-старец. Пророк воротивший его с дороги, услышал это и сказал, это тот человек Божий, который не повиновался устам Господа. Господь предал его льву, который изломал его и умертвил его по слову Господа, которое он изрек ему. И сказал сыновьям своим, оседлайте мне осла, и оседлали они. Он отправился и нашел тело его брошенное на дороге, осел же и лев стояли подле тела. Лев не съел тело и не изломал осла. И поднял пророк тело человека Божий, положил его на осла и повез его обратно. И пошел пророк старец в город свой, чтобы оплакать и похоронить его, и положил тело его в своей гробнице и плакал по нем. Увы, брат мой! После погребения он сказал сыновьям своим, когда я умру, похороните меня в гробнице, в которой погребен человек Божий, подле костей его положите кости мои. Ибо сбудется слово, которое он по повелению Господню произнес о жертвеннике в Вифиле и о всех капищах на высотах в городах самарийских. И после всего события Иеравам не сошел со своей худой дороги, но продолжал ставить из народа священников высот, кто хотел, того он и посвящал, и тот становился священником высот. Это вело дома Иеравамов к греху и к погибели и к истреблению его с лица земли. Третье царство глава 14. В то время заболел Авия сын Иеравама и сказал Иеравам жене своей, встань и переоденься, чтобы не узнали, что ты жена Иеравамова и пойди в село. Там есть пророк Ахия, он предсказал мне, что я буду царем всего народа. И возьми с собой для человека Божие десять хлебов и лепешек и кувшин меду и пойди к нему. Он скажет тебе, что будет с отроком. Жена Иеравамова так и сделала. Встала, пошла в село и пришла в дом Ахия. Ахия уже не мог видеть, ибо глаза его сделались неподвижны от старости. И сказал Господь Ахия, вот идет жена Иеравамова спросить тебя о сыне своем, ибо он болен. Так и так говори ей, она придет переодетая. Ахия, услышав шорох от ног ее, когда она вошла в дверь, сказал Войди, жена Иеравамова, для чего было тебе переодеваться? Я грозный посланник к тебе. Пойди скажи Иераваму, так говорит Господь Бог Израилев, я возвысил тебя из среды простого народа и поставил вождем народа моего Израиля. И отторг царства от дома Давидова и дал его тебе. А ты не таков, как раб мой Давид, который соблюдал и который последовал мне всем сердцем своим, делая только угодно перед очами моими. Ты поступил хуже всех, которые были прежде тебя, и пошел и сделал себе иных богов истуканов, чтобы раздражать меня. Меня же отбросил назад. За это я наведу беды на дом Иеравамов и истреблю Иеравама домочащегося к стене заключенного и оставшегося в Израиле. И вымету дом Иеравамов, как выметают кто умрет Иеравама в городе, того сидят псы, кто умрет на поле, того склюют птицы небесные. Так Господь сказал, встань и иди в дом твой, и как скоро нога твоя ступит в город, умрет дитя, и оплачет его все израильтяне и похоронит его, ибо он один у Иеравама войдет в гробницу, так как в нем из дома Иеравамова нашлось нечто доброе пред Господом Богом Израилевым. И восставит себе Господь над Израилем царя, который истребит дом Иеравамов в тот день, и что даже теперь, и поразит Господь Израиля, и будет он, как тростник колеблемый в воде, и извергнет израильтян из этой доброй земли, которую дал отцам их, и развеет их за реку, за то, что они сделали у себя идолов, раздражая Господа, Иеравама, которую он сам сделал, и которыми ввел в грех Израиля. И встала жена Иеравамова, и пошла, и пришла в Фирсу, и лишь только переступила через порог дома, дитя умерло, и похоронили его, и оплакивали его все израильтяне по слову Господа, которое он изрек через раба своего, Ахию, пророка. Прочие дела Иеравама, как он воевал, и как царствовал, описаны в летописи царей Израильских. Времени царствования Иеравама было 22 года, и пощел он с отцами своими, и воцарился Нават, сын его, вместо него. Равам, сын Соломонов, царствовал Иудеи, 41 год был Раваму, когда он воцарился, и 17 лет царствовал в Иерусалиме, в городе, который избрал Господь из колен Израилевых, что пребывало там имя его, имя матери его Наама, Аммонитянка, и делал Иуда неугодное перед очами Господа, и раздражали его, более всего того, что сделали отцы их своими грехами, какими они грешили, и устроили они у себя высоты, и статуи, и капища на всяком высоком холме, и под всяким тенистым деревом, и блудники были также в этой земле, и делали все мерзости тех народов, которых Господь прогнал от лица сынов Израилевых, на пятом году царствования Раваама, с усаким царь египетский вышел против Иерусалима, и взял сокровище дома Господне, и сокровище дома царского, и золотые щиты, которые взял Давид от рабов Адраазара, царя Сувского, и внес в Иерусалим, все взял, взял и все золотые щиты, которые сделал Соломон, и сделал царь Раваам, вместо них медные щиты, и отдал их на руки военачальникам телохранителей, которые охраняли вход в дом царя. Когда царь выходил, входил в дом Господний, телохранители несли их, и потом опять относили их в палату телохранителей. Прочие о Равааме обо всем, что он делал, описано в летописи царей иудейских. Между Раваамом и Раваамом была война во все жизни их, и почил Раваам с отцами своими, и погребен с отцами своими в горе Давидовом. Имя матери его Наама Аммонитянка, и воссорился авиасын его вместо него. Восторг Восторг Продолжение следует...